Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. В поисках силы богатырской. Рязанские штангисты показали класс на лично-командном первенстве по тяжелой атлетике. Честный рукопашный бой. В Рязани прошел бойцовский турнир. Рязанские спортсмены вернулись с четвертых открытых всероссийских игр каратэ. Сильными люди не рождаются, сильными становятся. А некоторые не только становятся, но еще и соревнуются. По крупицам в поте лица добывают силу поклонники железной игры. А заодно и награды. Рязанские штангисты показали класс на лично-командном первенстве по тяжелой атлетике, прошедшем на этой неделе в Сельхозакадемии. В спортзале Рязанского агротехнологического университета прошло лично-командное молодежное первенство Рязанской области по тяжелой атлетике. На соревнования приехали около 50 спортсменов из Рязани, Сасова, Сараев и Касимова. Такое число участников, по словам тренеров, говорит о начавшемся подъеме интереса к тяжелой атлетике. Хотя, безусловно, пик массовых занятий штанги пришелся на 70-е и 80-е годы 20-го века, когда в Рязани жил и тренировался уроженец Милославского района, легендарный советский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира Василий Алексеев. Здесь он работал директором дюж областного совета спортообщества труд по тяжелой атлетике. В 1976 году, выступая за Рязань, Василий Алексеев выиграл Олимпийские игры в Монреале. Конечно, с приездом Алексеева в Рязань и в области настоящий бум поднялся. Под его великое имя, под его, как говорится, он большое внимание уделял тяжелой атлетике. Валом пошел народ заниматься этим видом спорта. Были у нас точки, это локомотив еще помимо уже вышеперечисленных. Значит, была комета задействована, но, к сожалению, после ухода такого, как говорится, великого спортсмена, естественно, немножко внимания менее стало уделяться тяжелой атлетике. Василий Алексеев, как известно, занимался по собственной методике. Однако широкого распространения Алексеевская система подготовки штангистов, возможно, в том числе из-за сильного бюрократического противодействия, так и не получила. Впрочем, даже после отъезда Василия Алексеева любителей штанги в Рязани и области не убавилось. Тренеры со стажем рассказывают, что благодаря работе спорт-обществ, а также нескольких секций, уровень рязанских тяжелоатлетов оставался весьма достойным. Сильным же ударом для снижения массовости спорта оказалась эпоха распада Советского Союза. Тогда была эпоха вообще массового спорта в Советском Союзе. Тяжелоатлетика была на большом подъеме, потому что этот вид спорта очень ценился. Считалось, что сильнейшие люди должны именно быть у нас, в Советском Союзе. Но так и было на самом деле. Все рекорды мира принадлежали практически советским спортсменам. И также в супертяжелой весовой категории, самые тяжелые, ну, знаете, такие имена, как Василий Алексеев, Анатолий Писаренко, Леонид Тараненко. Это все рекордсмены мира, наши советские спортсмены. То же самое было и в Рязани. Существовало несколько секций очень сильных. Были коллективы, труд, локомотив, буревесник. В советское время у нас был количественный состав гораздо выше. Почему? Потому что были общества, вот в частности, если сказать за труд общества, а был совет труд, то там участвовало порядка 10 коллективов в одном обществе труде. То есть штаны культивировались на предприятиях, заводах. Сейчас, к сожалению, вы сами знаете, у нас предприятий фактически нет. Они исчезли в 90-е годы. Естественно, этот вид спорта коснулся. А для Рязани вот сейчас будем, как говорится, прикладывать усилия, чтобы хотя бы еще одну точку. Ну, город 500 с лишним тысяч. И у нас, по сути дела, сейчас два коллектива. Это Химик, спортклуб, и ДСШ «Золотой Копола». Вот очень бы хотелось, как говорится, пробить, открыть, значит, на локомотиве. Это в свое время было такое расположение, очень хорошее, центральное, по сути дела. Проблемой для развития тяжелой атлетики в Рязани тренера называют заметный недостаток спортзалов по сравнению, например, с популярным сейчас силовым троеборьем. Постепенно работа тренера не стала такой почетной. Остались только энтузиасты, которые и до сих пор, в общем-то, работают, и вытягивают этот вид спорта. Потому что тут, ну, тяжелые времена начались, надо как-то зарабатывать на жизнь, а тренерская зарплата, она этого не дает совершенно. Приходилось после работы как-то, ну, чисто на голом энтузиазме опять же работать. И постепенно как бы вот это ушло. Тренер должен быть, конечно, большим специалистом. Чтобы подготовить спортсмена-тяжелоатлета, надо знать очень многое. Тут и техника нужна, и специальная подготовка. А вот этот вид спорта, как силовой троеборьи, ну, тут просто силовые виды. Ими занимаются, можно сказать, сейчас и даже без тренеров очень многие. Это гораздо проще, в общем. Впрочем, несмотря на большие трудности с нехваткой спортзалов, тренеров, да и отсутствием большого числа желающих заниматься классической тяжелой атлетикой, в Рязанской области все же стали появляться спортсмены высокого уровня. Сейчас, так сказать, передовиками являются Касимовские богатыри. Например, такие, как мастер спорта международного класса Сергей Бондаренко, братья Кендиновы и другие. В Касимове тяжелая атлетика сохранилась благодаря такому энтузиасту, как Сергею Александровичу Великанову. Значит, он скромный человек, но очень замечательный тренер. Он подготовил серебряного призера чемпионата мира по юниорам Лаптева Владимира. Сын мой тоже начинал у него первые шаги делать. Ну, параллельно я его тренировал немножко так, Сергей Александрович. И вот ему удалось сохранить. Вид спорта у нас, он не особо массовый. Конечно, мы не сможем, допустим, сравниться с лыжами, где можно тысячу человек поставить на лыжню. Дело в том, что на одной штанге может заниматься 2-3 человека. То есть, как бы, ну, мы выходим из положения, и руководство помогает. Но в настоящее время занимается порядка 90 человек. Сейчас, по словам рязанских тренеров, они чувствуют некоторый наплыв желающих заниматься тяжелой атлетикой. Ну, сейчас народ немножко опять начинает склоняться более к тяжелой атлетике. Потому что это более эстетический вид спорта, более, так сказать, интеллигентный, как бы я сказал. И интерес к этому проявляется. Вот девушки стали приходить в секции. Вот в Касимово сегодня очень неплохую команду привел Сергей Бондаренко. 7 человек у него. Почему ты не бросился после первой тренировки? Небось тяжело было? Тяжело было, но, наоборот, стремишься все больше, больше, больше поднять. Нравится, затягивает. Вообще начинаешь заниматься и стремишься к чему-то. Вот. А твои родители не были против занятий? Нет, они сказали, нравится, конечно, занимайся. Мне понравилось. Это что, преодолеваешь трудности там внутри себя, когда депрессия там. И когда на тренировку приходишь, потом сразу все так уходит. Родные твои или близкие не говорили тебе о том, что тяжелая атлетика – это плохо, не надо ни в коем случае? Говорили. Маме понравилось. Мама, то есть, была вот этим всем довольной. Там все одобрили, кроме папы. Папа был категорически против, чтобы я шла. Он сказал, лучше шахматами заниматься. Это не для девушки. Ну, вот папа, он категорически против. Ну, вот, другим все довольны. Хочешь, хочешь, чем-то занимаюсь вообще. Надо отметить, что по итогам успешных прошлогодних выступлений рязанских штангистов на соревнованиях различного уровня, тяжелая атлетика стала одним из базовых олимпийских видов спорта в регионе. Теперь, надеются тренеры, атлеты получат долгожданную и необходимую государственную помощь. Дайте нам возможность тренироваться, а мы, в свою очередь, покажем хорошие результаты, говорят штангисты. Я не прав, ведь рязанский край всегда славился своими богатырями. Самозащита без оружия в сокращении самбо. Уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире. Кстати, единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Юные герои следующего сюжета до международного уровня пока не доросли. А вот на областном отличились стойкостью, выносливостью и волей к победе. 22 марта в спортивном зале специализирована детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Родной край спорт состоялся лично командное первенство Рязанской области по самбо среди юношей 2000-2002 годов рождения. 140 участников в 10 весовых категориях отстаивали честь родных спортклубов. Вы из какого клуба? Бревесник. Я тоже с Бревесником. А давно самбо занимаетесь? Я 6-й год. Я тоже несколько лет. Вам нравятся соревнования сегодняшние? Да, очень. Большая конкуренция? Да, достаточно. Уже в столь юном возрасте самбисты знают цену поражениям и победам, знают, как важны в жизни дисциплина, ответственность, терпение и сила духа. А что можете сказать о подрастающем поколении, который сегодня здесь у нас занимается, сражается? Ну, мне очень нравится. Некоторые ребята есть очень многообещающие. И некоторые делают такие броски, которые, мне кажется, даже я не могу сделать. И в партере тоже очень хорошо. Ну и пару раз меня здесь вообще чуть не убили. Такая динамичная борьба сегодня. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда области для участия в первенстве ЦФО, которое пройдет в Можайске 4 апреля. Для них это только начало пути, потому что первые официальные соревнования пройдут у них. Начало этого возраста как раз проводится в первенстве России именно с этого возраста. И ребята, которые отберутся через ЦФО, получат право участвовать в первенстве России. Надеемся, что у нас команда будет боеспособной и будут участники на первенстве России по этому возрасту. В ходе напряженных боев в командном зачете победила сборная команда с дюшор Юпитер в городе Рязани. Второе место завоевалась дюшора «Родной край спорт». На третьем месте спортсмены из рабочего поселка Шилова. Рязанские каратисты вернулись в четвертых открытых всероссийских игр. Спортсмены, более тысячи человек соревновались в катам Кумите Атамасивари. Рязанская команда из Федерации стилевого каратэ завоевала семь медалей. Рязанские бойцы из Региональной Федерации стилевого каратэ вернулись с четвертых открытых всероссийских игр каратэ с богатым медальным уловом. Юные спортсмены на татаме Зеленоградского дворца единоборств смогли в упорной борьбе завоевать семь медалей. Первую медаль завоевала Михаилова Юля. Это было первое золото в нашей команде. Естественно, самое долгожданное. Далее выступали по очереди все возраста. В итоге мы привезли семь медалей. Я скажу, что даже те спортсмены, которые проиграли, они достойно выступили, потому что было огромное количество участников. И детей было очень много разных возрастов. И в этот раз даже девочек было много. Обычно девочек у нас меньше порядка, чем мальчиков. Но мальчики тоже достойные. На четвертые всероссийские игры каратэ съехалось более тысячи спортсменов со всех уголков страны. Каратисты соревновались в ката, кумите, там и сивари. То есть выполняли формальные комплексы, вели свободные поединки и соревновались в разбивании твердых предметов. Турнир проходил по версиям сразу пяти международных федераций. Рязанские спортсмены смогли добиться успеха как в выполнении комплекса в ката, так и в открытом бою. Вот последние какие твои были соревнования, какие и какое место там заняла? Я заняла первое и третье место. Соревнования были в Зеленограде. Первое место заняла по ката или по кумите? По ката. Скажи, какое ката выполняла? Хэн Чудан и Хэн Медан. Я готовился к этим соревнованиям с того момента, как узнал о их проведении. Это порядка месяца. Сейчас я готовлюсь к следующим соревнованиям, которые продают в Люберцах. В Зеленограде проходили соревнования международного масштаба. Я очень рад, что я занял там третье место. Также участвовал в комплексе нормальных упражнений кота. Ну, там мне не так повезло. Соперник попался достаточно сильный, я не смог пройти финал. Я участвовала в российских соревнованиях на прошлых выходных, откуда привезла золото и две бронзы. Это достаточно крупный масштабный турнир. У меня было достаточно много человек в моей категории. Я считаю, что было соперничество достойным. И считаю, что борьба достаточно сложная. Как говорят тренеры из Рязанской федерации стилевого карате, команда постоянно обновляется. Практически на каждое соревнование выезжают молодые спортсмены. Каждый раз стараемся ввозить новых детей, которые начали заниматься только в этом году. Либо несколько месяцев занимаются, потому что на тренировках они также показывают такие результаты, которые достойны выступлений на данном турнире. Сейчас рязанские каратисты усиленно готовятся к предстоящему большому международному турниру в Люберцах. В том, что завоюют награды, бойцы не сомневаются. Рязанская силушка и японская техника боя всегда давали хорошие результаты. В Рязани прошел бойцовский турнир в памяти погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Отношения выясняли специалисты армейского рукопашного боя. Лучшие рукопашники области сошли с схватки на ринге спортшколы «Единство». Почти половина всех участников – бойцы высокого уровня, мастера и кандидаты в мастера спорта. Турнир был особый. Основными организаторами соревнований выступила Федерация армейского рукопашного боя Рязанской области. Также с нашим начинанием поддержали Управление Федеральной службы безопасности по Рязанской области. Приехали команды со всей Московской области. Приехали с Рязанской области, с Шилова команда приехала. Приехали с Рыбного, со Спаска. Широкой географии. Да, широкой географии. Для нас это достаточно интересно. Дело в том, что мы впервые проводим такие соревнования, посвященные памяти погибшего сотрудника «Вымпела» Черихина Андрея. На состязаниях пробовали себя в настоящем бою самые молодые спортсмены. Не каждый в подростковом возрасте готов выйти на равный честный поединок, где правилами разрешен самый широкий арсенал бойцовских приемов. Рязанские молодые львы не ударили в грязь лицом. Мы проводим открытый чемпионат Рязанской области. Впервые в Рязани мы проводим по младшим юношам с 12 лет по армейскому рукопашному бою. Практически больше половины это как раз младших юношей. Это был первый турнир по армейскому рукопашному бою в памяти рязанского сотрудника ФСБ. И, как пообещал Анатолий Бараненков, соревнования станут традиционными. Они будут проводиться ежегодно. И на этом на сегодня все. На всего вам самого отличного. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин